Привет, ребята! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня с вами Ника, и мы поговорим и обсудим, как же именно вы сможете выбрать университеты в США. Подобрать те университеты, которые подойдут именно вам, которые смогут дать именно вам полное финансирование, которые вам подойдут по стилю жизни, по всем другим критериям. Как же это сделать? Нам постоянно задают вопросы, в какой университет мне можно подать. Вообще университетов в США просто море, поэтому у многих ребят при выборе университетов просто разбегаются глаза, они не знают, с чего начать, на какую программу мне податься, в какой университет мне податься, потому что вариантов просто очень много. Вы наверняка знаете, что уже было видео на похожую тему, да, было, я думаю, видео с абсолютно таким же названием, но, к сожалению, это видео пришлось удалить, и даже если вы это видео посмотрели, информация может немножко повторяться, но сегодня мы будем рассматривать новый университет, я возьму один пример университета, да, посмотрю, как я именно анализирую сайт университета, подчеркиваю, 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 подчеркиваю. Что я делаю с информацией? Собираю оттуда разную информацию, как я заношу свою таблицу, на что я смотрю и так далее, да, то есть в сегодняшнем видео будет очень много новой информации, которая вам понадобится при поступлении, поэтому смотрите до конца. Если вы новы на нашем канале, здесь мы рассказываем про образование и обучение за рубежом, мы с моей сестрой Миленой в 19 лет переехали учиться за рубеж абсолютно бесплатно, и на этом канале мы помогаем вам сделать то же самое. Если вы также хотите нашу личную консультацию, чтобы мы вам лично помогли, ответили на ваши вопросы, да, помогли с поступлением, обязательно напишите нам в инстаграм, ссылка будет внизу в описании, в адискрипшене, и мы с вами там пообщаемся и ответим на все ваши вопросы. Так что поехали! Для выпускников российских школ, да, и вообще для российских студентов выбор университета может показаться не такой сложной задачей, да, потому что когда мы выбираем университет у себя в стране, мы в основном ориентируемся либо на университеты в нашем городе, либо на топовые университеты в Москве или в Санкт-Петербурге, но когда дело доходит до выбора университетов в США, многие студенты совершают такую ошибку, они составляют свой лист университетов из топовых университетов, там Гарвард, Стэнфорд, какие-то еще университеты Лиги и Плюща, потому что они на слуху, потому что это те университеты, которые считаются, да, американский хороший, качественный, классный университет. Но, как вы знаете, пройти в Лигу Плюща будет очень-очень сложно, и при этом в Америке существует множество университетов, которые также могут предоставить вам высшеклассное образование, и в которое действительно стоит подать. Но эти университеты сначала нужно выбрать, их нужно найти, нужно сделать вот этот research университетов, и сегодня вам я расскажу, как же именно это сделать. Итак, шаг номер один. С чего начать? Первая вещь, о которой вы должны подумать, когда вы собираетесь поступать в США, это obvious, какую же программу вы хотите, на какую программу вы хотите подать, какую же специальность вы хотите изучать. Когда мы говорим про поступление на программу бакалавра, тут уже не так важна специальность, потому что в Америке вы поступаете в университет, когда поступаете на программу бакалавра. Но когда мы говорим про магистратуру, да, или PHD, то есть doctoral studies, то есть, я не знаю, как у нас называется докторантура, да, наверное, а тут уже вам нужно обязательно знать, какая программа, почему, и почему вы подходите на эту программу. Соответственно, если вы хотите подавать, не знаю, быть биологом, да, изучать какую-то, какую-то часть биологии уже на магистрской программе, у вас должен быть опыт, связанный с биологией, у вас должны быть какие-то заслуги, связанные с этой средой, у вас должно быть, соответственно, опыт бакалавра, да, ваш диплом бакалавра тоже каким-то образом связаны с биологией. Получается, да, при выборе специальности вы должны как-то ее связывать с вашим прошлым опытом, и уже от этого вы будете, после того, как вы выберете свою специальность, вы уже сможете ориентироваться на университеты, которые предлагают эту специальность. Чуть позже я покажу, какой сайт можно использовать, чтобы найти программу, да, чтобы найти университет, основываясь на вашей программе. Это достаточно легко сделать, вообще вы просто можете загуглить ту программу, которую хотите изучать. И посмотреть, какими университетами она предлагается, и просто вот выбирать университеты из того списка, анализировать их, и уже заносить понравившиеся университеты в список, да. Но, как такой первый шаг, обязательно нужно определиться со своей программой. Второй момент, на который следует обратить внимание при выборе университета, это выбор района и местности. Многие студенты думают, что вот США, это как будто такое одно место. США, это громадная страна. Там есть много, там есть несколько, во-первых, там даже не один часовый поезд, да, там несколько часовых поездок, да, там разные климаты. Хотите ли вы жить в теплой среде, да, езжайте во Флориде, во Флориду. Хотите жить, ну, в холодной среде, да, или в среде, похожей на, где-то, да, в центральной части России, вы можете выбрать штаты, которые находятся ближе к Канаде. То есть местность на самом деле очень важна, потому что имейте в виду, вы будете проводить на этой территории, в этом университете, большое количество времени, да, будь то 4 года, если вы на бакалавра учитесь, будь то 3 года, или 2 года, если на магистратуру, а если на PHD, то так вообще вы можете провести там целых 5 лет. Поэтому район и местность очень-очень важны. Следующий, третий, да, третий такой момент, который вам поможет определиться с университетом, это определиться, в какой университет вы хотите поступать, в какой тип университета вы хотите рассматривать. В Америке существует два типа университета. Это public university и private university, да. Public university это государственный университет, или state university, тоже так называется, да, это государственные университеты, которые спонсируются в основном государственные, да, или штатам. Преимущество этих университетов в том, что там зачастую немного больше финансирования, нежели у частных университетов, потому что государственные университеты, они спонсируются как, возможно, какими-то там частными спонсорами, да, так и государствами. То есть, all in all, да, у них денег немного больше, нежели просто у private universities, потому что private universities, они зачастую спонсируются только какими-то external funding, да, какими-то спонсорами, какими-то foundation, и государство им не помогает. И одно из основных, одна из основных income'ов именно private universities, это tuition студентов, да, то есть те деньги, которые вы платите в университет, они именно важны самому университету, потому что это основной их способ дохода. Это было такое вступление, оно получилось достаточно долго, но надеюсь вам из этого вступления понятно вообще, как работают университеты в США, и сейчас мы обратимся именно уже к поиску университетов, я вам покажу, как я это делаю, да, какую-то табличку составляю, как я ориентируюсь по сайту университетов, на какие, так сказать, ссылки я нажимаю, потому что здесь стоит заметить, что каждый сайт, каждый университет отличается друг от друга, поэтому если у вас еще не такой свободный английский, вам поначалу будет немного сложно, поэтому процесс поиска университета нужно начать как можно можно скорее. Для начала давайте разберем именно таблицу, которую я составляю, и в которую я заношу всю информацию про университеты, которые я research, да, не знаю, как на русском сказать, которые вы находите, да, вы оттуда подчеркиваете какую-то информацию, и вы заносите в эту таблицу, чтобы потом вам было удобнее ориентироваться, да, и уже делать более такой тщательный выбор университетов. Так вот, конечно же, первая колонка это university name, вы пишете, да, имя университета. Потом comment, я люблю делать comment достаточно уже в начале, да, в первой колонке, потому что здесь вы уже сможете указать ваши первые впечатления о университете, да, понравилось ли вам, не понравилось, какие у вас такие эмоции уже первые о нем, или какие-то комментарии, которые как бы не ложатся ни в одну из колонок, все туда нужно заносить, и мне удобнее смотреть на comment именно в начале, потому что я сразу буду вспоминать, какие же именно мысли были об этом университете. Потом очень важно указать location, потому что некоторые университеты, да, возможно, классный университет, но location вам не очень нравится, и это стоит тоже об этом помнить, когда вы делаете уже финальную выборку университета. Program name, link to program description, очень важно, программу, которую вы в итоге выбираете, да, ее название, и описание, и link to program description, на этой линке, да, то есть в описании программы обычно указывается вся информация по программе, и дальше иногда указывается application requirements, то есть какие материалы вам нужно отправить в тот или иной университет, поэтому эта колонка очень важна, link to program description и program name, две такие важные колонки. Потом идут результаты экзаменов, и даже не результаты, да, от требования к экзаменам. Это такие определяющие критерии выбора университетов, потому что если вы уже сдали экзамены, да, GRE, да, или TOEFL, или SAT для бакалавра, то вы уже сразу можете при выборе университета понимать, подходите вы под минимум, да, вы набрали больше минимума или меньше, и уже сразу можете делать выборку, но зачастую вы начинаете выбор университетов намного раньше, нежели сдачу самых экзаменов, поэтому обязательно нужно писать минимум TOEFL result и минимум GRE, или другие экзамены, которые вы сдаёте, которые требуются программой или требуются университетом, и потом, когда вы уже сдадите эти экзамены, вам будет проще просто просмотреть вашу табличку и посмотреть, отметить те вузы, в которые вы проходите, потому что в США ваши экзамены важны, и у вас очень и очень будет мало шансов пройти, если ваш балл будет за пределами минимума, то есть, да, меньше минимума, тогда, ну, шансы достаточно низкие. Link Funding and Scholarships Эта строка тоже, колонка, да, очень важна, поскольку вы здесь прикрепляете ссылку на возможное финансирование от каждой программы. Опять же, вам может понравиться университет, может понравиться локейшн, вы можете подходить под все критерии отбора, у вас хорошие результаты экзаменов, но, например, этот университет дает мало финансирования или вообще его не дает. Это тоже стоит указать, и об этом тоже стоит себе напомнить, когда вы уже будете просматривать вот этот, вот этот список, да, второй, третий или четвертый раз. Я также еще себе создала колонку Actions. Эта колонка мне помогает понять, какие же следующие, там, степы, да, мне нужно взять, степы взять, я говорю на английском, что же именно мне нужно сделать дальше, связанно с этим университетом. Там, сходить на их мероприятия, на онлайн-мероприятия, которые мне предлагают, или написать кому-то, да, какому-то staff member, да, или в admission office написать. Я очень много обмениваюсь имейлами с университетами. Поэтому свои next actions я пишу здесь. Обязательно стоит указать deadline, потому что вам просто будет проще ориентироваться, когда же финальный день подачи заявок. institution code, это код, который вам нужно будет отправить, когда вы сдаете экзамен TOEFL, GRE или SAT, да, у каждого университета есть свой определенный номер, это не обязательно указывать, мне просто удобно, чтобы вся информация была вот в одной такой табличке. И contact person, contact person я обязательно указываю, потому что как только вы выбрали, да, вы нашли университет, выбрали программу, на которую хотите подать, вы сразу же можете увидеть на сайте университета, что там написано. Если у вас есть какие-то вопросы, обратитесь к этому человеку, и указан email. Я обычно заношу этот email в эту табличку, потому что у меня наверняка будут какие-то вопросы, связанные с моим дипломом, связанные с моей какой-то деятельностью, связанные с application requirements, у вас обычно много вопросов. И, как правило, эти вопросы вы должны задавать как раз вот этому contact person, который будет предоставлен на сайте университета. Вот. А это мы с вами обговорили табличку, теперь давайте ее с вами заполним. Как же мы заполняем эту табличку, достаточно легко. Я обычно выбираю университет, есть очень много разных сайтов, где вы можете выбирать и фильтровать свои университеты. Но я вот пользуюсь usnews.com, тут очень много рейтингов, тут очень много критериев, по которым вы можете выбрать свои университеты. Я тут сделала, например, business schools and entrepreneurship, да. Я поставила два фильтра абсолютно на бум, просто вам показать, что как это работает. И, конечно же, тут по рейтингу вам выставляются школы. Конечно же, первый, да, там, или второй, это Stanford, MIT и так далее, да, Harvard, но, конечно же, я, вот знаете, я скроллю вниз, ищу университеты, которые, да, попроще. Например, вот для сегодняшнего видео я решила посмотреть Arizona State University. Я, окей, этот университет, окей. Я перехожу в Google и просто открываю сайт университета. Я не смотрю никакую информацию на каких-то любых сайтах, потому что информация на сайтах университетов обновляется буквально каждый год и очень часто, поэтому любые другие сайты, они могут быть не совсем достоверными. Поэтому, если вам нужен поиск университета, вы можете обратиться вот к этому сайту, да, usnews.com, но когда вы уже ищите информацию про университет, идите на сайт у самого университета. Мы переходим на стат Arizona State University, и тут начинается самый интересный момент, потому что, как я уже упомянула, каждый университет индивидуальный, у каждого университета свой индивидуальный вебсайт, и вам нужно как бы здесь научиться, быстро ориентироваться, чтобы не тратить кучу времени на именно анализ одного университета. Первое, что мы делаем, это мы пытаемся найти программу, которую мы хотим изучать. Например, давайте, вы хотите, вы подаете на Master Program, то есть это называется Graduate Student. Graduate Student может быть как и Master, так и PhD, да, как и Master, так и Doctoral Student, поэтому если вы подаете на докторантуру или на магистратуру, вы везде должны выбирать Graduate Student. Вы открываете Graduate Student, тут очень много разной информации, да, почему вы должны выбрать нас, всякие классные видео, всякая классная статистика, и вот, конечно же, первое, что вам нужно посмотреть, это Graduate Programs. Какие у них есть программы, подходят ли эти программы для вас, интересны ли эти программы именно вам. Тут, да, тут программы разделены на By Interest, да, тут написано Communication in Media, Business, Arts, Architecture, whatever, то есть everything, everything, потому что это Arizona State University, это State University, то есть это государственный университет, государственные университеты обычно очень большие, да, и, соответственно, у них очень много разных программ и направлений. Например, мы нажали на, я уже не посмотрела, на что мы нажали, Communication in Media. Communication in Media тут в области, да, Communication in Media, у вас много разных программ. Вы можете посмотреть, выбрать, где-то это PHD, где-то это MA, где-то это MS, разные дегри, да. Опять же, каждый университет индивидуально предоставляет эту информацию, это не значит, что на каждом университете будет такая табличка. Но вот здесь такая табличка, давайте для интереса посмотрим Business Journalism, да, Master of Science, MS. Тут сразу можно посмотреть degree requirements, то есть те кредиты, да, те классы, которые вы будете изучать на этой программе. А самое главное, да, тут admission requirements уже вкратце, да, для вас написаны. То есть вы уже здесь можете заполнять, начинать заполнять свою табличку. Хотя ее можно было начать заполнять немного раньше, но давайте сейчас переключимся, да. University name, это Arizona State University. Просто copy-paste. Пока у меня никаких комментсов нет, да, location это какой-то location. Вот. Темп Arizona. Будем иметь в виду. Program name. Даже если вы собираетесь изучать одно направление, это не значит, что программ name у вас будет везде одинаковый, потому что в США очень много разных программ, у которых разные названия, но они очень похожи друг на друга, поэтому не стоит ограничиться только одним названием. Вот, мы уже быстренько так заполнили. Заполнили программ name, link to program description. А минимум TOEFL, минимум TOEFL уже у вас здесь тут написан, да, 100. Нужно 100 баллов по интернет-based. Сразу тут заполняйте, скорее всего, GRE они либо не требуют, либо не упоминают, вот, да. Но это, знаете, это такие общие правила. Следующее, на что я смотрю, не знаю, зачем я это открыла, следующее, на что я смотрю, это, конечно же, финансирование. И вот я заранее уже нашла страничку funding opportunities, funding opportunities, а такая страничка есть практически на каждом университете, в какой-то мере вам дадут знать о ваших возможностях финансирования образования. Я сразу так, оп, занесу эту страничку к себе в список, чтобы иметь в виду, вот, все, она тут будет. И давайте посмотрим. Graduate Appointment and Assistantships, это обычно очень хороший способ финансирования, как вы можете тут увидеть. Тут описание, да, самого Graduate Assistantship. Graduate Assistantship, это когда вы работаете на кампусе, помогаете профессорам с их деятельностью. И очень часто, особенно как раз, Public Universities вместе с Graduate Assistantship, они дают вам скидку на все обучение. То есть, вы работаете с преподавателем, вы не платите за образование, плюс вы получаете небольшую стипендию, да, как бы оплату вашего труда. Обычно Graduate Assistantships, они очень популярны, и в основном иностранные студенты выезжают именно на них. Как вы видите, тут есть несколько типов Graduate Assistantships, да, и вы видите, что, так, это разные виды, но где-то я еще видела информацию о том, Conditions, да, Conditions, что же именно вам предоставляется, как Teacher, Graduate Assistantship Position. Вы, как видите, вы не должны будете платить где-то, у вас будет Tuition Award, у вас будет Health Insurance, там, каким-то образом покрыто, да, и так далее. То есть, эту всю информацию нужно внимательно читать, но главный, да, главный вывод, который мы можем сделать сейчас об этом университете, это то, что они предлагают Graduate Assistantships, и что вы для них чисто теоретически можете подать. И эту информацию, да, мы уже занесли в свою табличку, мы уже показали, что есть возможности финансирования. Deadline тоже очень важно указать, когда вы подаете на какую-то программу, давайте вернемся к нашей программе, которую мы выбрали. Смотрите, вот тут Contact Information, я немного забегу вперед. Обычно, как только, да, я нахожу какую-то информацию, я ее сразу заношу. Вот, Contact Person, мы сразу напишем Contact Person, желательно, кстати, сразу же с именем, но тут... Ну, окей, да, так тоже пойдет. Так, и давайте посмотрим на Deadline. Почему-то Deadline прям именно здесь не указан, такое тоже может быть. В этом случае я использую такое замечательное свойство каждого сайта, это поиск. Deadline, тадам! И он сразу вам ищет все Deadline. Опять же, если вы ищете что-то конкретное, вы легко это можете найти путем нажатия на кнопочки поиск. Да, все очень классно. Вот вы видите, тут для всех Graduate Programs, да, это Graduation Deadlines, не то. Academic Calendar, Residency Deadline. Вот видите? Application Deadline, School of Business. А почему у нас School of Business? Ну, давайте. А, потому что у нас Business Journalist. Окей, School of Business Application Deadline. Окей, нам подходит. Вот видите, да, 1 октября, 1 декабря, 1 февраля. Обычно в университетах несколько раундов, да, и обычно я заношу первый раунд. Или я вот, ну, допустим, подаю в этот университет, я не подхожу под первый, я подаю во второй. И таким образом вы потихоньку заполняете всю табличку, пишете, какие делать next actions. Возможно, вы сейчас, у вас не будет никаких next actions. Например, у меня же сейчас возник вопрос, нужно ли сдавать GRE или нет. Если я после поиска на сайте не смогу найти эту информацию, я, скорее всего, напишу письмо именно вот этому контактному лицу, чтобы они ответили на мой вопрос. А, в принципе, на этом, мне кажется, поиск самих университетов, он заканчивается. То есть он никогда не заканчивается, у вас всегда будут какие-то новые опции, у вас всегда будут какие-то новые, да, там, имейлы, переписки с университетами, да, а, возможно, вы захотите выйти в контакт с преподавателем университета. Это тоже все возможно, это все такие хорошие практики, которые вам нужно делать, если вы хотите быть успешно зачисленным в университет и получить хорошее финансирование. То есть вообще, да, это только такое начало процесса, но, да, конечно, показать вам весь процесс, это займет очень много часов. Поэтому, чтобы узнать всю информацию про поступление, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно смотрите наши видео, ставьте лайки, задавайте свои вопросы в комментариях, мы стараемся ответить на все вопросы, вот. И, опять же, если у вас есть какие-то вопросы, связанные с этим видео, пишите внизу в комментариях, мы на все отвечаем. И, наверное, на этом все. Увидимся с вами в следующем видео, но перед этим, перед этим не забудьте посмотреть вот-вот-вот это видео, оно тоже будет образовательное, я пока не решила, какое именно оно будет, но оно будет образовательно-поучительное, поэтому смотрите.